На первое место в топе самых вредных привычек я бы поставила пропуск еды. Третья проблема – это переедание сладкого, потому что на психологическом уровне сладкое – это всегда про любовь. Профилактика Альцгеймера – это в первую очередь хорошие жиры и отсутствие плохих жиров. Очень важно, чтобы не было в рационе трансжиров. Есть простой лайфхак понять, есть ли в этом хлебе маргарин. Если ваш хлеб не черствеет на второй-третий день, значит маргарин точно есть, даже если там не написано. И такой хлеб употреблять нельзя. Назовите, пожалуйста, топ самых вредных привычек, которые мы должны поменять. На первое место в топе самых вредных привычек я бы поставила пропуск еды. Как только мы пропускаем еду, мы думаем, что я получу меньше калорий, но при этом это грозит перееданием в следующий прием пищи. Это так называемое диетическое мышление – одна из самых вообще основных ловушек для женщины. Поэтому еда должна быть регулярной. Вторая грубая ошибка – это дефицит овощей. И дефицит в связи с этим огромного количества биофлавоноидов, антиоксидантов, которые в этих овощах содержатся. Третья проблема – это переедание сладкого, потому что на психологическом уровне сладкое – это всегда про любовь. Это про дефицит любви. И поэтому, девочки дорогие, если вы чувствуете, что вам захотелось сладкого, задавайте себе вопрос, а что стоит у меня за этой тягой. Я учу своих клиентов и клиенток умение управлять этой тягой, не бежать от себя, а как я могу понять, что важного, что полезного стоит вот в этом мессендже, в этом сообщении, которое мне сейчас несет тяга, когда я хочу сладкого. На что это может быть? Это же зависимость. У многих это зависимость. У многих это зависимость, конечно. Как нужно переключить, на что? Нужно добавить, во-первых, сложных углеводов, чтобы на уровне физиологии мы подстелили соломки, чтобы у нас был нормальный уровень всегда глюкозы в крови, и на уровне физиологии сладкого не хотелось. После того, как мы это сделали, мы уже разбираемся с психологическими причинами, а с психологической точки зрения, что стоит за этой тягой к сладкому. Это тоже все возможно решить. Мне кажется, что это вот важно еще найти замену не только в питании, а что, какая эмоция такая возникает, которую мы можем испытать не благодаря чему-то, что мы съели, а, ну, не знаю, там, заменить чем-то другим. Да, как не пищевым способом я могу полюбить себя? Как я могу полюбить себя не куском торта, а, например, ну, просто купить какой-нибудь приятный аромат или крем, который мне нравится. Свечка, которая у тебя стоит, но про нее забыла, не включала столько времени. Немедленно чем-то вот так подменить. И хотя бы даже просто 15 минут для себя. К сожалению, вот у меня есть многие клиентки, которые даже 15 минут для себя вот в суматохе не могут выделять, потому что не привыкли, не выстроили так время. И побыть самой с собой, зажечь эту свечку, выпить чашку приятного травяного чая, просто ничего в этот момент не делать. Ну, мне кажется, что наша еще такая привычка российская, национальная, как было принято раньше, наготовить на три дня, потом разогревать это все, борщи, котлеты, это же, наверное, вредно. Да, но сейчас мы сталкиваемся с другой еще, наверное, может быть, еще более худшей привычкой, вообще отсутствием еды дома. Очень часто мы едим где-то, в кафе, в закусочных, еда стала доступной, мы перестали дома готовить. И качество еды вне дома, оно иногда вызывает, ну, такое количество вопросов, что пусть уж лучше на три дня, но это будет точно нормальная, здоровая еда, чем непонятно что, набегу на скаку в каком-нибудь фастфуде. Ну, и вот это, мне кажется, тоже наша привычка, это запивать еду водой или компотом или чаем, все это вместе. Ну, и если хлеба не поел, то, в общем, и не пообедал вовсе. Относительно хлеба, это чаще всего действительно идет с детства история, это вредная привычка, потому что, ну, потому что в этом нет сейчас смысла никакого. Да сейчас уже время кардинально изменилось. Если раньше для выживания нужно было накапливать еду, да, люди голодали всю историю человечества, то сейчас нам нужно совершенно другой навык тренировать. Нам нужно снижать импульсивность. А в том, что касается воды, здесь немножко другая история, отличная от хлеба. И всегда лучше попить, чем не попить. Если так случилось, что не удалось попить ни между едой, ни прямо перед, ну, тогда уж лучше попить во время еды, чем не попить вообще. Потому что качество пищеварения зависит от количества поступающей воды. Порядка двух литров пищеварительных соков мы сами секретируем каждый день. И если мы мало пьем, у нас хуже работает кишечник, у нас хуже работает секреторная функция поджелудочной железы и так далее, и так далее. Поэтому всегда лучше попить. И пятая вредная привычка – это избыток животных жиров, в первую очередь скрытых животных жиров. И если бывает очень часто мужчины, например, эти скрытые жиры получают из мясных продуктов, когда едят большие порции мяса, где там 300-400 граммов мяса сразу, или качество это мясо жирное, да, как вот курица, например, у нас была с кожей зажаренная, то женщины очень часто перебирают из молочных продуктов и из сладостей. Вот этот чизкейк прекрасный, который стоит, да, мы думаем о нем как о сладком, и не думаем о нем как о жирном. Он опасен именно сочетанием сахара и насыщенного жира. Поэтому нам нужны обязательно каждый день полезные полиненасыщенные жирные кислоты. То есть как раз то, о чем мы говорили, для кожи, для отсутствия морщин. Важно, чтобы омега-3… Это какие продукты? Это из растительных источников льняное масло, семя льна, в первую очередь орехи. И из животных источников это рыбий жир. Но дело в том, что мы так уже, конечно, испортили окружающую среду, что когда мы едим, выбираем жирную рыбу, чтобы получить рыбий жир, мы вместе с ним можем получить массу токсинов. Поэтому это проблема. Приходится возмещать очень часто просто добавками омега-3. А если мы попробуем составить такое меню для определенных целей? Например, меню топ-3-5 продуктов для красоты и молодости. Красота и молодость – это, конечно же, наши любимые крестоцветные капусты, о которых говорили. Это брокколи цветная, брюссельская, краснокочанная и так далее. Ягоды яркого, насыщенного цвета. Голубика, ежевика, малина, наши российские, да, и клюквы, и черная самородина, и брусник, и рябина черноплодная. В общем, есть огромное количество ягод. И желательно их использовать в своем рационе каждый день, чтобы они были. Это два. Третье – хорошие растительные жиры. Льняное семя регулярно и льняное масло. Про авокадо говорят, что это продукт молодости. Конечно, авокадо, разумеется, потому что содержит те же самые хорошие растительные жиры, плюс клетчатку, плюс витамины. Прекрасный совершенно продукт. И, конечно же, у нас остались источники нежирного белка, хорошего качественного мяса, птица, рыба или растительный белок. И в очень умеренном количестве, но в обязательном, самые разнообразные группы. Гречка, красный, коричневый рис, черный есть, да, дикий, но не белый. Да, кино, которое появилось прекрасное. Это всё в крупы. Это всё про молодость и красоту. Да, конечно же, потому что там натуральные витамины. Натуральные витамины разных групп, в первую очередь группа В. А вот меню для здоровья мозга и защиты от Альцгеймера. Профилактика Альцгеймера – это, в первую очередь, хорошие жиры и отсутствие плохих жиров. Очень важно, чтобы не было в рационе трансжиров. Трансжиры – это маргарин. Маргарин и всё, что готовится с его использованием, а это любая выпечка, которую мы покупаем в магазине. И, к сожалению, хлеб. Есть простой лайфхак понять, есть ли в этом хлебе маргарин. Если ваш хлеб не черствеет на второй и третий день, значит, маргарин точно есть, даже если там не написано. И такой хлеб употреблять нельзя. Я ещё слышала о волшебном свойстве хорошей чашечки кофе. Чашечка хорошего кофе именно в умеренном количестве, если мы его нормально переносим, прекрасно совершенно для когнитивных способностей, для наших. Но здесь очень важно, чтобы не было зависимости от кофе. Потому что, как часто встречается зависимость от сладкого, точно так же часто встречается зависимость от кофе. Очень просто проверить. Уберите кофе из своего рациона. Если вы чувствуете состояние тяги, значит, зависимость есть. Имеет смысл убрать хотя бы на пару недель кофе. И потом спокойно добавлять по одной чашечке в тот момент, когда вы хотите. Меню для женского либидо 45+. Если мы говорим о женском либидо, то здесь очень важно, чтобы вес у нас был нормальный. Потому что наши гормоны, они непосредственно связаны с жировым обменом. Жировая ткань сама по себе продуцирует избыточное количество эстрогенов. И происходит вот этот гормональный, соответственно, дисбаланс. Поэтому приведите себя в форму. Сначала нормализуйте свой вес. А потом, уже отдохнув и хорошо выспавшись, вы можете добавить продукты афродизиаки. Вы можете добавить специи. Вы можете добавить морепродукты. Устрицы прекрасно для этого подходят. Если есть возможность, их есть свежие. Афродизиаком является наше настроение. Конечно, это главное. И то, как мы себя любим. Знаете, приходят иногда такие невозможные красавицы просто, которые говорят, хочу убрать 2 килограмма, не могу смотреть на себя в зеркало. Конечно, я считаю, что отношения с собой не должны так зависеть от веса, худой ты, соответствуешь ты каким-то стандартам или нет. Это неверно, это путь в никуда. Конечно, но, к сожалению, у большинства она связана, и это очень плохо. Любые жесткие на самом деле диеты ни в коем случае не подходят для нас, когда это уже 45+. А что вы скажете об алкоголе? Вот есть, например, диеты долгожителей. Мы знаем, там, французы, испанцы, итальянцы, Кавказ наш употребляют вино. В общем, ну, много овощей, конечно, но вино в их жизни присутствует так, основательно. И тем не менее, это нации-долгожители. Умеренное потребление, это нормально. Умеренное потребление для женщины, это значительно меньше, чем для мужчины, потому что у нас меньше алкогольда, гидрогеназа вырабатывается, меньше мышечная масса. Это, ну, бокал вина 2-3 раза в неделю. Лидия, ну, спасибо вам огромное за этот очень полезный разговор. Спасибо вам за встречу. Спасибо.